У нас сегодня Евгений Федоров говорит, что мы с вами уже почти 30 лет, колония, мы не суверенные, поэтому сразу все изменить мы не можем. Мы должны сейчас положить начало, а дальше уже поправки Путина будут и дальше вноситься и изменяться. Вы знаете, я к Евгению Алексеевичу в 2014 году относился очень хорошо, когда пока наконец долгими достаточно рассуждениями мне не удалось понять той великой фальши, которая заложена в эти слова. Дело в том, что, во-первых, что значит мы несуверенные? Несуверенен тот, кто не позволяет себе быть суверенным. Это не проблема страны, это проблема людей, которые в ней живут. Ну, это больше философия, давайте посмотрим. Ну, у нас приоритет международного права над национальным. Вот, это очень важный момент. Дело в том, что на Сталинграде мы где-то обсуждали эту тему, она была очень интересной, потому что, как выяснилось, что действительно стараниями как раз Нода и Евгения Алексеевича Федорова имеется очень искаженное представление о том, что ж такое статья 15, часть 4. Давайте мы с вами ее откроем и конкретно ее посмотрим. Давайте. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Ну, так вот. То есть, видите сами, ни больше, ни меньше. Давайте определимся. Вот два предложения всего в этой норме. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью ее правовой системы. Что это означает? Эти нормы имеют точно такой же вес, как и нормы нашего внутреннего законодательства. Мы не должны их как-то туда затягивать отдельно. Второе. Международный договор Российской Федерации, если устанавливает иные правила, чем предусмотрены нашим внутренним законом, то применяются правила международного договора. Во-первых, что же такое у нас нормы международного права? Вот эти общепризнанные принципы. Это документы, которые, как правило, имеют свои природы ООН и разнообразные дочерние организации. Например, конвенция против пыток, конвенция о правах ребенка, конвенция об охране труда, конвенция о борьбе с коррупцией. Их куча, их множество разнообразных. И совершенно очевидно, что эти общепризнанные принципы и нормы международного права никакого зла не несут. Они действуют во всех странах одинаково. Более того, нам, в принципе, не нужно каким-то образом вводить их в наше законодательство, потому что, собственно, само членство в ООН, СССР, Российской Федерации однозначно говорит об их применимости у нас. Если Евгений Алексеевич хочет отказаться... Подождите, что значит, там не автоматически, то есть мы должны подписать этот договор и ратифицировать его только тогда. То есть автоматически ничего нет. Здесь мы переходим к самому важному. Мы не должны вводить их, потому что конвенции, как таковые, их можно ратифицировать, вопроса нет, но сами по себе конвенции и являются общепризнанными принципами и нормами. То есть, если установлено право человека на жизнь, не надо его нигде ратифицировать, оно уже дано. Если дано по ребенку в конвенции, дано право знать своих родителей, нам не нужно принимать для этого дополнительные акты. Это то же самое прямое действие, только уже мирового масштаба. Теперь, что же касается... То есть, вы видите сами, в том, что они являются составной частью нашей правовой системы, вообще-то ничего плохого и нет. Мы говорим про те акты, куда вроде как пытаются, значит, отнести вот наше членство в Международном валютном фонде и так далее. Мельник Алексеевич постоянно об этом говорит. Что, дескать, Международный валютный фонд навязывает Центробанку там свои действия. Да, да, Центробанк не подчинен, и отсюда мы колония. Я думаю, риторика не поменялась за последние пять лет, но давайте посмотрим вот здесь на самое интересное. Если Международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила Международного договора. Что такое Международный договор? Одна, две, три страны собираются и заключают договор. Например, о добыче рыбы в районе острова Шпицберген. Но это Международный договор, он существует, он действует, и заключен он был давным-давно, еще, по-моему, при Советском Союзе. И самое главное, Россия не была первым, кто к нему присоединился. Совершенно логично, что если там кроме нас три или четыре страны добывают рыбу, мы приходим и говорим, ребят, все хорошо, но у вас свои правила, а мы по своим добываем? Кто с нами будет его заключать? Если же мы присоединяемся к Международному договору и признаем правила этого Международного договора, да, мы все играем по одним правилам, но, собственно, в этом-то и плюс. Они тоже будут соблюдать правила этого договора. Ну, мы знаем некоторые страны, которые абсолютно плюют на все эти договоры и конвенции, и, собственно говоря, никто им ничего не предъявляет. Ну, Свет, здесь вопрос как раз в том, что им не предъявляют, а не в том, что они плюют. Если бы им предъявляли, то, я думаю, плевать бы они тоже не стали. А теперь давайте посмотрим, что же касается вот этой статьи соглашения Международного валютного фонда. Это действительно международный договор, но, как вы правильно сказали, есть в отношении международных договоров их три стадии. Первое, он подписан, второе, он ратифицирован, и третье, он может быть денонсирован. Я напомню, ратификация может быть полная или частичная, если он это позволяет. Денонсация тоже. Ну, это уже тонкости, но самое главное, что для того, чтобы подписать договор, нужна воля только лица представляющего государства. Вот для того, чтобы его ратифицировать, нужна воля у нас, согласно Конституции действующей же, нужна воля парламента. Которому заседает Федоров. Правильно. То есть, для того, чтобы подписанные, по-моему, в 92-м году статьи соглашения Международного валютного фонда денонсировать, необходимо всего лишь собрать Единую Россию и проголосовать за денонсацию. И все, никакого Международного валютного фонда у нас на территории нет. И не надо менять Конституцию. Вообще не надо. Конституция, наоборот, дает нам это право. И если Путин просидит там лишние 140 лет у власти, это право из нее, надеюсь, никуда не уйдет. Понимаете? То есть, логика простая. Федоров пытается сейчас, и все остальные, там вся Единая Россия одинаковая, переложить с больной головы на здоровую. Теперь возникает разумный вопрос, зачем он это делает? Все чисто, ясно и понятно. Знаете, зачем? Давайте посмотрим, какое еще Международное соглашение в настоящий момент действует. Оно называется Конституция Союза Советсоциалистических Республик. Но смотрите, что получается. Ведь что такое Конституция СССР? Она была, по сути дела, заключена разными республиками, которые ее подписали. Это с точки зрения, одна из республик РСФСР стала Российской Федерацией. Ну, как не важно, уже дело десятое. Но это одна из республик. То есть, Конституция СССР для Российской Федерации является международным соглашением. И имеет приоритет над законами Российской Федерации. Что нужно сделать для того, чтобы не возвращать нашим гражданам недра и их стоимость? Что нужно сделать для того, чтобы лишить их право на справедливый суд, который был там? Если вы посмотрите Конституцию 93-го года, куда мы сейчас поправки собираемся вносить, там же конкретно написано, что принятие данной Конституции в 93-м году, оно прекращает действие Конституции РСФСР. Но не Конституция СССР. Заходим в консультант, смотрим, там написано, формально не применяется. Что за процессуальный статус у документа? Вот, ну, опять же, в тонкости мы вернемся. Но, по сути дела, есть документ, который не прекращен, не денонсирован. Его пытались прекратить, Конституционный суд это отменил, потом Госдума отменила это постановление о денонсации Конституции СССР. Он действует, его, по-моему, в 96-м году последние по нему были движения, когда уже и Союза-то формально не было, если следовать логике этих же людей. Но Конституция СССР действует, и это означает, что, среди прочего, там, например, у нас нарушаются все нормы уголовного судопроизводства, потому что там прямо по уголовным делам должны быть два народных заседателя. Это в Конституцию заложен СССР, который для нас, как мы видим, имеет приоритет даже над нашей Конституцией. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу, чем же так не угодил Евгению Алексеевичу Федорову документ, который позволяет вернуть полный суверенитет государству? Федоров, кстати, интересные сказки рассказывает. Он все время говорит, что там же вот все же работают на всех же компромат, поэтому они голосуют как надо, они всегда хотят голосовать, а ты? Нет, а это правильно. Федоров, он, кстати, в этом вопросе честно подходит. Да, он же не раз говорил, что нам раздают список, как надо голосовать. У меня всегда подмывал один вопрос. А скажи, пожалуйста, дорогой друг, а что будет, если ты против проголосуешь? Ты попробовал хоть раз? Да. Вот чисто напоржать. Но там рядом же с тобой с Маузером не стоят, да? Ну да, нет, потом будет понятно. Федоров проголосовал против. И все потерял. Зато ты можешь потом выйти один перед всем нодом своим вот этим соборным встать, сказать, я проголосовал против, ребята. Тебя на руках в думу занесут назад. Меня знаете, что поражает, что ведь у него достаточно большое движение. И вот я людей у нас в Ярославле вижу, в Рыбинске, это искренние люди, женщины простые, которые не за зарплату работают. Они тут ходят, собирают подписи за все это, понимаете? То есть они в это верят. Я вот удивляюсь, как вообще вот они смотрят на Федорова, который действительно сказки рассказывает, а сам постоянно голосует за антинародные, ну, и как ему люди, законы, и как ему люди продолжают верить. Ну, Свет, дело в том, что он, во-первых, был очень публичным политиком уже достаточно давно. Вот эти его эфиры многочасовые из кабинета, которые там Артем Войтенков писал в свое время, они сыграли свою роль. Во-вторых, он преподносит явную прямую концепцию внешнего врага. Я, обращаю ваше внимание, это со времен Геббельса вообще классика жанра. Дайте мне внешнего врага, мы всплотим чего-то в черта в ступе. Вот. И в-третьих, все понятно, отмените одну статью, и вам сразу вернутся золотым дождем все сокровища Советского Союза. Все. Просто, ясно, понятно, берем и делаем. И не надо думать, самое главное. Про которую мы сегодня говорили, что на самом-то деле она совершенно для другого ему не нужна. Но вот об этом никто не говорит как раз. Понимаете? То есть тот факт, что мы, отменив вот эту статью, лишим себя последнего шанса на какую бы то ни было справедливость, об этом справедливо замалчит. Хотя я писал ему отдельно об этом в чупом году, в 15-м, что ли, я ему специально письмом даже написал, получил ответ, что мы обязательно учтем вашу. Ну, естественно, результат был немножко предсказываем. Спасибо. 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 Спасибо.